опыт это то что не купишь магазине он приобретается с годами можно быть хорошо подготовленным бою и иметь высокий боевой дух но я видел как некоторые рассыпаются будто печенье еще до звуков гонга не думаю что это самый важный был моей жизни я не закончу карьеру случае поражения а кличко может поэтому для него этот поединок будет определяющим вероятно кличко начнет бой в быстром темпе но не сможет удержать его до конца возраст это то что нельзя отрицать время всегда берет свое это может показаться высокомерным но я эверест вы можете подняться на него в определенный момент в течение двух недель в апреле кажется и сказать я победил эверест но после этого вы должны бежать вниз потому что он разрушит вас если вы потеряете время некоторые возвращаются туда но многие люди умирают так побежден ли эверест нет он до сих пор там и уже в апреле этого года он снова лишит некоторых жизни я будущий король ринга кличко это великий боксер но это уже история самый ожидаемый бой года исторические самые посещаемые поединок в истории британии так писали ведущие британские издания о поединке владимира кличко и энтони джошуа на тот момент большой интерес к событию был вполне объясним и понятен по оценкам местных обозревателей независимо от того кто победит в ночь с 29 на 30 апреля на лондонском стадионе уэмбли поклонники бокса по всему миру стали свидетелями падения одной звезды бокса и взлета другой добро пожаловать снова на канал на связи по-братски бро напиши комментарий поделись этим видео своей соц сети и влепи жирный лайк где-то помогает мне создание новых выпусков тебе две минуты а мне будет очень приятно сегодня предлагаю вспомнить и посмотреть на бой заставивший нацию затаить дыхание на бой воскрешающую веру в умирающий тяжелый вес на бой энтони джошуа против владимира кличко что ты делаешь плане а ты опять простую игрушку что значит опять ты всю неделю обещаешь зарубиться и циника а что хоть за игра рейд шедуу лэдженс спонсором данного видео является рейд шедуу лэдженс это пошаговая коллекционная рпг темная фэнтези в нее все играют она доступна как на телефоне так и на пк причем абсолютно бесплатно в игре существует 16 разных фракций например такие как орки и гномы орды нежити и многие другие причем каждый из них состоит из множества уникальных чемпионов фракция не влияет на характеристики героев у каждой фракции есть вещи подходящие только ей каждый персонаж принадлежит к одной из четырех стихий тьма дух сила и магия а для более опытных в игре появилась новая групповая арена это полный улет новый уровень соревнований в пиви и сражения так что прямо сейчас если ты перейдешь по моей ссылке в описании то получишь кучу бонусов а также крутого чемпиона ворожею что весьма неплохо ладно давай показывать что там чему обещание нужно держать пошли ребята а вам приятного просмотра я старался и да ребят ссылка в описании под видео это был бой учителя против ученика опыт против молодости мощи против техники британские таблоиды назвали эту встречу лучшим поединком супер тяжелом весе и который когда-либо видела великобритания в этом бою было все напряженные моменты интрига нокдауны и тактика этот поединок превзошел все ожидания любителей и поклонников бокса и не зря бы джошуа кличко считается одним из лучших и самых жестких боев супер тяжелом весе и который сразу же стал современной классикой бокса но обо всем по порядку после сенсационного поражения тайсона фьюри в 2015 году владимир не боксировал 18 месяцев было понятно что это уже не тот кличко который почти 10 лет царствовал тяжелом весе ожидалось что кличко и фьюри встретятся еще раз но сначала бой отменили за травмы фьюри а затем его уличили в употреблении запрещенных препаратов и он объявил об уходе из порта бой джошуа кличко тоже должен был пройти раньше в декабре 2016 года но поединок перенесли на 29 апреля 2017 года из-за травмы украинца тогда многие понимали что пик формы кличко уже в прошлом и еще до поражения фьюри и ему пришлось приложить немало усилий чтобы победить более легкого и не столь упорного брайанта дженнинса в достаточно туслом бою нью-йорке который состоялся семью месяцами ранее можно уверенно говорить что его последнее на самом деле яркое выступление состоялась в ноябре 2014 года когда он в пятом раунде победилку брата пули его в поединке в гамбурге но списывать со счетов на тот момент 41-летнего кличко еще было рано мы знаем возраст боксера кличко но с возрастом приходит мудрость и опыт мы еще можем увидеть лучшее на что способен владимир кличко сам же владимир предпочитал не переживать из-за своих лет однако и сам оценивал свои шансы как 50 на 50 я не чувствую своего возраста это пустые слова я приближаюсь к лучшей форме в моей жизни по силам лета младшему способен ли еще на что-то старший знаки вопроса делали этот поединок действительно интересным это будет тяжелый бой предсказать ход событий которого очень сложно хотел бы чтобы победил кличко но это будет очень сложно я видел джошуа в деле он уничтожает соперников его тело все еще бросалось в глаза своими формами его лицо все еще будто высочено из камня руки выглядели как оружие массового уничтожения этот человек уже попробовал и вкус победы и вкус поражения он выйдет на ринг не потому что ему нужны деньги а потому что он твердо настроен напомнить миру что именно он является сильнейшим боксером тяжеловесом который имеет все чтобы стать чемпионом так во всю трубили газетные издания предостерегая от преждевременных выводов для победы владимиру нужно двигаться к раньше и бить как он привык и я бы посоветовал течку оказывать на джошуа давление джебом двигаться и контрить коронной правой моя мотивация высока как небо моя цель стать троекратным чемпионом мира я могу закрыться в окоп вы все знаете джошуа его недостатки но мне пришлось подняться со дна чтобы быть тут это все часть моего характера я ничего не боюсь потому что знаю себя и те вызовы которые мне предстоят я этого не стесняюсь я все еще на пути джошуа пришел профессиональный бокс выиграв золото на олимпийских играх 2012 года с тех пор он ни разу не потерпел поражение на тот момент 27-летний боксер легко и жестко справился с 18 соперниками одержа 18 побед нокаутом к слову владимира кличко на тот момент было в карьере 64 победы 53 из них были одержаны нокаутом и 4 поражения джошуа являлся абсолютным фаворитом и подходил к бою в статусе чемпиона мира по версии ibf остальные пояса были вакантными а кличко имел двухлетний простой после поражения от тайсона фьюри также очень большое значение имел возраст владимир был старше энтони на 14 лет если джошуа победит кличко он может стать самым большой звездой британского спорта и возможно с самой большой звездой мирового бокса течение следующих пяти лет он может стать первым боксером миллиардером это бокс и это супер тяжелый дивизион котором многое базируется на силе удара и каждый из этих ребят может нокаутировать своего соперника одним ударом но я остаюсь при мнении что для джошуа выходить на бой с кличко все еще слишком рано в случае победы на джошуа кличко мог бы вернуть три из пяти чемпионских поясов которых он лишился в бою против фьюри ibf wba и айби оу принадлежавший владимиру пояс чемпиона wbo в конце 2016 года завоевал новозеландский боксер джозеф паркер а звание чемпиона по версии журнала the ring тогда было у тайсона фьюри чтобы вернуть звание чемпиона кличко должен был или победить фьюри или победить днт уайлдера в случае поражения украинца джошуа к своему поясу чемпиона ibf добавлял вакантный титул чемпиона wba и айби оу интрига сохранялась по крайней мере до 22 часов 29 апреля по лондонскому времени когда эти два атлетов вышли на ринг стадиона уэмбли спрос на билеты оказался феноменальным это несомненно самый большой бой в истории великобритании мы могли бы заполнить уэмбли дважды поединок между двумя олимпийскими чемпионами побил рекорд великобритании по числу проданных билетов накануне в продаж даже поступила вторая часть билета в которая была распродана в течение часа общее число проданных билетов превысило в 80 тысяч что стало новым рекордом великобритании уэмбли великобритания 2017 год энтони джошуа против владимира кличко бой учителя против ученика опыт против молодости мощи против техники мало кто ставил на украинца в бою против молодого и голодного чемпиона но схватка вызвала небывалый ажиотаж на родине бокса сам бой получился безумно интересным и драматичным боксеры вели более-менее равную борьбу но в пятом раунде британец отправил соперника в тяжелый нокдаун с трудом украинец достоял до гонга и сумел восстановиться каково было удивление когда уже в шестом раунде именно джошуа оказался на стиле и это был первый нокдаун в карьере чемпиона нокдаун получился тоже тяжелый и энтони вынужден был обороняться на протяжении следующих нескольких раундов все ожидали что владимир пойдет на добивание но этого не случилось а в одиннадцатом раунде энтони дважды отправил украинца на канвас завершил таким образом карьеру великого чемпиона технический нокаута на момент остановки боя джошуа побеждал раздельным решением судей 96 93 95 93 93 95 как позже оказалось кличко старший отчасти винит в этом поражении брата себя никому не говорил но какую-то вину за то поражение чувствую я когда владимир почти нокаутировал джошуа и пришел в угол и я дал ему неверный совет я не думал что это не с такой мышечной массой сможет быть свежим в конце боя так как такие мышцы потребляют много кислорода в спорте выносливость часто связано с антопометрией я сказал владимиру не спеши он придет думал что после 7 8 раунда джошуа будет более уставшим сейчас думаю что нужно было сразу добивать его 3 августа владимир кличко объявил о завершении спортивной карьеры позже он признался что до последнего хотел провести бой реванш с британцем и до сих пор не понимает как он проиграл джошуа это был великий бой перед поединком своих прогнозах и оставил на победу кличко так и считал что джошуа слишком самоуверенный но он провел великолепный бой кличко 41 и никто ранее не делал этого с ним а возможно всему виной возраст возможно всему виной смена стиля ведения боя перед предстоящим событием возможно многое но это уже история которая осталась современной классикой бокса и вторым дыханием для умирающего тяжелого дивизиона всякий раз когда появляется новый взрывной тяжеловес и выигрывает титул он меняет всю игру этот один бой изменил весь мир бокса теперь все говорят о джошуа который вернул интерес супер тяжелому весу на это ноте ребята если вам понравилось видео ставьте лайки оставляйте свои комментарии и не забудьте поделиться этим видео с другом который также интересуется боксом и не забывайте подписаться на мой личный аккаунт в инстаграм там вы никогда не потеряете меня из виду увидимся в следующих видео берегите себя удачи